мы ветераны знаем как выигрывать то есть нам нужен человек который мысли должен ли учитель света решить эту задачу обязан и и чувствую чувство вины если не видели напишите что он не равен дорогие друзья этот час настал долгожданный миг у меня в гостях одиозный дед он же пётр земсков математика и фокусы пётр дорогой привет всем любители математики привет самый главный любитель математики познакомились лично да я никогда петра не видел хотя челябинский я частый гость и выступаю там правда я всегда выступаю там в одной и той же школе в лице и 31 да там вот было последнее выступление о нем он узнал но узнал прям день в день и уже не мог уроки отменить во второй но да да а у меня как всегда было забег туда я там выступил и тут же бегу в аэропорт екатеринбурга у меня тут же выйдет челябинска как устроены самолеты днем не улетишь поэтому приходится ехать в екатеринбург и вылетать из кольцова там я вот кстати улетел вчера вечером 18.30 да вот как бы вечерний рейс я не мог ждать потому что в москве после прилета у меня были еще мероприятия то есть все как бы очень было плотно и поэтому да мы тогда не повидались и до этого не повидались а вот теперь повидались а в какой школе вот я на самом деле у нас сейчас будет такая непринужденная беседа которая будет время от времени разбавляться решением каких-то задачек вот и вот значит я хочу вначале просто познакомить моих подписчиков с петром и так расскажи как тебе пришла идея ну вот вообще заниматься каналом ну вот мы вообще его бы люди в возрасте да вроде как каналами занимается какая-то молодежь обычно ну кроме бояршина конечно верно как пришла идея однажды когда мы готовились к зачету в восьмом классе то мне в конце урока я доказывал теорему вписанном угле это было два года назад в семнадцатом году три года назад три года назад в семнадцатом году записывал доказательства теорема вписанном угле что вписан угол равен половине дуги на которую он опирается и остается пять минут и у нас зачет и вдруг меня осенило я говорю ребята доставать телефон снимаем эту теорему и вы в любой момент сможете слушать петра александровича в два часа ночи в три в четыре можно готовить завтрак и тебе будет все время рассказывать как доказывать теорема и потихоньку ребята говорят а если на youtube они просто нам разослать я же им его отдал просто подарил и тогда мы сели на переменки зарегистрировали youtube и начали выкладывать туда теоремки решение сложных задач а потом это увлекло стало интересно как он набирал вот семнадцатом он начался а через год сколько было через год у нас было порядка двух трех тысяч подписчиков то есть он очень маленькими темпами экспонента но потом что-то в ю тубе происходит а может быть она награда за долгое терпение за долгое терпение я вот почему мы люди в возрасте поэтому мы имеем право говорить вот нынче молодежь мы немножко можем это сказать имеем право и действительно а кто хочет потерпеть год выкладывать регулярно видосы регулярно не имея за это вообще ничего не денег не даже признание ну так и сколько же было через еще год в 19 а потом у нас появилась задача которая есть в учебнике от анасяна 337 знаменита все ее знают а я знаю интересно да я думаю да 8 равносторонний треугольник данный салон нет равнобедренный 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 и вот здесь угол 80 градусов а равнобедренный треугольник внутри взята . м такая что угол с основанием 30 а с другим основу с этим же основанием 10 10 и надо найти вот этот угол x опа скажем пусть вот сейчас я возьму и опозорюсь потому что ее никогда не видел не это раз я не могу представить сейчас ее даже как решать ну давай я нарисую то что было на самом деле да мы сейчас будем решать задачки мы на самом деле не только молчать мы будем решать задачки я сам не знал что алексею все задам да и я никогда ее не видел и я ну как вы уже знаете наверное что я плохой геометр я даже из школьного этапа задачу ну не сразу скажем так не сразу решил раньше решили все коллеги в интернете об этом раструбили на всех каналах все же видели да этот мой позор друзья еще хочу сказать что вот на мой взгляд существует три принципа когда по геометрии можно иметь 5 до 1 ты знаешь все определения все формулировки теорем на зубок второе умеешь доказывать все теоремы за курс но он прям за курс 7 здесь у тебя 5 за 7 класс за курс 8 если у тебя 5 за 8 и так далее то и решать любую задачу из школьного учебника так а эта задача номер 337 и я хочу сказать положа руку на сердце вот я преподаю в школе решал таких задач много решал я эту задачу недели две то есть она сама у меня не получалось она предельно сложно тем более я начал решать куда за курс 7 класса то есть там конечно народ ворчит почему возьми теорему косинусов синусов и решили но это же не 7 классе а это 7 да это не нельзя я ту задачу кстати потом я же ее все-таки поставки посмотрела разные решения я понял как закончить моего я кстати писал но запись потерялась может быть даже сейчас в разговоре мы ее как бы вспомним и восстановим но пока с этой вот с этой сет пока совершенно непонятно то есть значит все данных больше нет никаких да то есть вот у нас есть тут 80 тут 40 10 тут 20 30 и это все что нам дано и нужно найти алексей не бывает такого вот у меня есть у меня есть ступор при стрессовой ситуации бывает бывает что он есть бывает что его нет то есть у вас как бы он вот с геометрией у меня часто бывает а с арифметикой скорее меня какой-то начинается напряжение я арифметические стрессе решаю лучше чем без стресса на делимость на все эти и стресса а не знаешь как зарядиться выйти из стресса быть готовым на борьбу нет приезжал один товарищ из москвы у нас но жена говорит что нужно лечь на кровати полностью расслабить все да так что же сделать nude сделать что-то как бы да вот 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 тут есть фишка именно мелко равностороненное треугольник равносторонний треугольник равносторонний рейд-된 70- стор 63 м на стороны dr cambio lurik так а то есть я поднимаю вверх еще по десять градусов на этом основании сделаем tumor шоссовала то а очень интересно давай наверное краска выделим красном выделим его его стороны три одинаково как интересно так 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 равносторонний треугольник это 30 до 30 уже то есть это альфа лежит на высоте он же ну да если крис и так и это уже что-то да нам дает наверное то есть здесь в равностороннем а тут у нас остается в равностороннем 50 до так и так сейчас что вы знаем это . она на бессектрисе высоте медиа не в равностороннем дальше 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 что еще можно здесь сказать нам нужен вот этот угол а вот этот нет пока я пока я не знаю что делать дальше ну то есть так сходу по крайней мере совершенно не знаю вот есть у меня потрясающий подписчик владимир горкуша правда давно его не было в комментариях на всякий случай привет ему передам вдруг слышат владимир привет и подписывайся на мотку привет заодно и он предложил вот я все-таки буду его прославлять сказочное решение этой задачи вот сейчас она будет смотри он построил равносторонний треугольник и соединил эту штучку ну казалось бы да и что допустим допустим вот если бы нам удалось доказать что вот эти два треугольничка одинаковы эти ну это же это же очевидно тут же все одинаковые это же равнобедренный и этот равнобедренный этот стало быть это биссектриса конечно точка соединяем равноудаленные от концов отрезка она на биссектрисе на высоте только можем здесь не вот этот отрезок а вот этот одинаковые эти одинаковые красные одинаковы 30 теперь смотри угол красный 60 ну конечно а вот этот по условию так 50 до 10 10 10 а ты хочешь кое-что эти тоже равны что сказочное что да ты что подожди а почему они а так а вот сторона 10 30 вот сторона 10 30 ёкарный бабай то есть ты представляешь юго моё видите все 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 потому что это . соответственно то же самое что и здесь просто и соответственно это и это одинаковые значит это 80 потому что не волшебный 70 ой оси подожди подожди потерял потерял хотя вот 10 и вот тут 10 до 7 конечно потому что я потерял вот этот угол между ними у нас параллельные вот эти до получились я так не торопиться сейчас не торопимся и так вот этот треугольник это тот же самый что это так да и тот же самый что это значит вот эта сторона равна вот этой стороны треугольник равнобедренный он равнобедренный значит а вот этот угол тот же самый что вот этот и так как здесь 40 все здесь 40 остается 149 на 2 получается по 70 волшебно да это волшебно то есть вот реально сказочно и к тому же получать параллельно этому потому что это 70 это 10 это 10 на тоже 10 до 10 потому что это такой же треугольник и значит они параллельно друг другу еще вот вопрос меня всегда волнует а как ребенок это решить я-то учитель ты понимаешь в школе не в тридцать первой я работаю просто в школе в обычной вот так вот я хочу сказать что как ну с другой стороны эта задача повышенного уровня наверное ее и не должен каждый решать и положа руку на сердце но я все время задаюсь вопросом ну должен ли учитель слету решить эту задачу обязан и и чувствовать чувство вины если не может я себе я себе я себе сделал такое может быть оправдание или нет что я знаю что такое равнобедренный треугольник равносторонний теорему пифагора я прекрасно ее тебе 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 объяснил применяй также как великая тренер тренирового мира тренер правильно лыжный тренинг у меня быстрее бега чем его тарасова никогда не прыгала четверной прыжок и не прыгнет она сейчас его не прыгает и не прыгала будучи спортсменку тоже тогда его не прыгали вообще а ю ученики про волосы ситуация тренера я кстати тоже часто говорю что я не парюсь когда я не могу решить кто-то в комментариях решает абсолютно меня это не парит наоборот мне это радует потому что наши знамя кто-то берет но это вообще фантастика я такие не умею вот честно скажу я такие решать не умею не знаю как но кашины коваль не но может быть они умеют сразу но я тоже не могу их сразу решать это но это вот такая вот как сказать как книга что ли интересно ты берешь задачу и вот сел завтракать раз листок бросил и опять над ней думаешь вот перерывчик ушел где-то перерыв в очереди в электричке да где-то там может быть в машине в троллейбусе у тебя пауза ты ждешь кого-то что делать достаешь задачу которую не можешь решить например да ну а я разбираюсь там у меня всякие темы я там сейчас я плотно занимаюсь тем чтобы разобраться в периодических числах ночью меня такие у меня более теоретические сюжеты которые я пытаюсь понять современную математику посмотрел этот ролик про поля да 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 четыре уровня как традиционный комментарий ни черта не понятно но очень интересно ну ладно я думаю что до какого-то момента же но все равно надо же вникать надо же работать а почему ты не работаешь 31 лет какая-то история которая не по жизни так сложилось и все да не но я же уходил из школы там было я с 89 года работал в школе да ну то есть но я не зависит тем не очень то можно не да нет нормально да да как скажешь короче я как бы да я мне просто интересно потому что ну такой человек там знаменитый с таким каналом не ну когда тут еще учитывая канал что такое я старый спортсмен игровик понимаешь футбол баскетбол игрови играть совы эти в футболе например я играю последнего защитника играл все время то есть я играю на ноль это не знаю что я умею созидать не может быть я умею отдать передачу но какой-то фильм я могу выбрать позицию мимо меня пройдет либо мяч либо игрок то есть еще мяч против значит я его врань и так далее и получается что мы ветераны знаем как выигрывать и когда мы включились в игру youtube да а так как у нас психология победитель мы и там можем выигрывать но это не значит что может быть я великий там решать задачу решить такую задачу но это как бы а решил то ее не я решил ее подписчик владимир горкуша а я сейчас хочу передать привет девятому б знаешь как мы с ним называем эту тряпку нанотряпка и когда у нас мы заходим в класс где такая штука игру так где нанотряпка и вытираем я даже хотел записать ролик о преимуществах обычной тряпки на дна натряпка вообще вы называете математикой фокусы потому что я еще фокусами увлекались настоящим как мой папа вот это вот отрыв пальцы мне вот это вообще круто я вот такие умею вот как у батрудинова этот палец на левой руке этот на правой внимание еще раз все запомнили этот палец на левой этот на правой и оба на одной руке невероятно это ли не чудо знаешь этом франкла уилсона про некие оценки в романтических числах и он же одновременно фокус некая он он жонглирует одновременно круто готова жонглер а жонглер да наверное все таки она это не фокус но вот еще почему кстати математикой фокусы ну да потому что я вначале думал а может еще и фокусы буду показывать но фокусников очень много и они все потрясающе крутые мощные я не такой поняла попроще но хотя бы приходилось выступать где-то и даже за деньги но почему у нас задачи-то такие фокус должен быть простым и понятным условия фокуса должно быть понятно вот монета вот я его взял в эту руку и она исчезла что то есть так а можно еще раз и она появилась то есть фокус должен быть условия фокуса должно быть по дня на поэтому происходит также и задача почему вот эта задача которую мы решали было понятно потому что условия и понятно а решение замысловатое правда у меня жена говорит не выдавать секретов фишек твоего канала но я ладно выдам все-таки не каждый день с доктором наук встречаешься правильно доктор 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 нет я все не понял откуда там пятак появился в ухе у меня на самом деле я видел я видел нет я видел это нет я видел это грубо говоря в кино да но никогда не видел физически чтобы кто-то взял вот так сделал ну да еще никогда не показывай фокус второй раз до одной и той же аудитории и не рассказать так и останется да так и останется все это секрет вот здесь мы открыли секрет здесь мы все секреты раскрыли да а я первый раз познакомился когда собственно ты дал задачу нам на 2 ford boyard я до последнего настаивал чтобы он был в живую но витек и засал и сделал все таки на на онлайне вот и но там как бы в москве уже начинался какой-то ужасный шухер глобальный хотя в этот момент еще ну ладно то отдельная история как она все развивалась в общем да и и я помню эту задачу да ну я просто даже и дум я не понимаю просмотрен него как барана все и ничего не понимаю но потом коваль струшеном они коваль струшеном они ее ну почти довели да они фактически добили потом чуть чуть позже чем это самое но у нее да у них не у геометрия очень хочу геометрию понять и даже немножко спойлер есть один очень талантливый мальчик 11 классник который олимпиаде там больше он собирается на канале нам приносить время от времени геометрические сложные красивые сюжеты так что нам от культ привет будет геометрия и и до сих пор будем ее надо потому что беда в стране с геометрией а не даром платон да не войдет сюда не знающий геометрии ну кстати все таки вот про эту задачу я так как тот файл видимо как то самое куда-то пропал у нас я разобрал потом я довел ее до конца с помощью комментариев до прямоугольники значит который состоит из двух квадратов я даже не буду тут на ну давай все-таки помечу да а b c d это да ширина равна да и уже да здесь вот все вот эти все одинаковые вот то есть он удвоенный всю эту сторону известно что значит . вот . есть вот здесь 80 по моему градусов было да и 81 до градус там где как короче здесь какой-то угол да по моему мне кажется что 8 сейчас 81 до оставалось 99 да 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 вот в том варианте был так и здесь . к и вот эта . к а она отличается тем свойством что да вот она вот да она является бисектрисой заодно мы сейчас ответим на некоторый классный вопрос дополнительный который мне пришел в голову вот я не умею их решать но когда я решил у меня начинается умственный процесс который куда-то идет вот этот умственный процесс пришел к вопросу совершенно отдельному что будет если лежит раскрытая книга передо мной вот такая да раскрытая книга что это раскрытая книга это значит что вот это равно этому вопрос каково геометрическое место точек такое что а вот эти два угла равны понятно что не просто какая-то окружность потому что есть еще и биссектриса между то есть вот как бы сложнее но то есть это как бы не совсем тривиально потому что ну во первых все точки лежащие на вот этой вот на вот этой биссектрисе будут таковы но с другой стороны далеко не все как вот этот пример показывает здесь как бы и здесь вот ответ его можно понять после того как заметить то что я заметил после того как я вычитал все эти решения в комментариях ну собственно понятно что в комментариях сумме было это решение просто я его вычленив и да а нужно было найти вот этот угол по моему вот это да нужно было найти угол по моему вот этого вот эту ну да это не имеет значения да так вот значит я сразу подметил на глаз что что вот это будет описано окружностью вокруг этого четырехугольника. Нужно было только это доказать. Но вот как это можно доказать? Я бы предложил здесь воспользоваться теремой синусов. Вот она, раскрытая книга. Да, вот раскрытая книга. Геометрическое место точек, из которых листы раскрытой книги видны под одним и тем же углом. Загадка раскрытой книги. Да, можно так даже назвать. Загадка раскрытой книги. И вот, значит, я, ну и, собственно, да, потом я заглянул, у тебя вообще чисто ровное это решение. То есть, ну пусть вот это вот будет единица, это совершенно не важно, как бы, они все единицы будут. Тогда у нас по теореме, да, а вот это вот я не знаю, чему равно, но пусть будет равно x. Общая сторона. Да, общая сторона. И я обозначаю вот этот угол за альфа, а этот за бета. Нет, альфа у меня уже есть. Ну давай, конечно. Это бета, а это гамма. И вот, что я вижу. Во-первых, бета больше 90, а гамма меньше. Это первое, что надо понимать. А во-вторых, у нас получается, что 1 делить на синус, а этот угол будет tau, хотя это редко бывает, так углы обозначают, но пусть будет, да. Значит, 1 делить на синус tau в силу теоремы синусов из этого треугольника KGD равен x делить на синус бета. А из треугольника KDC x делить на синус гаммы равен 1 опять делить на синус tau, потому что здесь по условию бисектриса была. То есть, 1 делить на синус tau равен это делить на синус этого, и 1 делить на синус tau равен это делить на синус этого. Ну да, стал бы синус равны. То есть, синус бета равен синус tau, но синус бета равен синус tau, это либо сам бета равен tau, либо они, соответственно, дополняют друг друга до 180. И ясно, что это в случае именно тот, потому что здесь гамма у нас, секунду, синус, нет, вот и вот, синус b это равно синус гамма. А значит, в нашем случае очевидно, что это в случае дополнение друг друга до π, а это признак, описанный вокруг четырехугольника окружности. Это критерий. То есть четырехугольник вписан в окружность тогда и только тогда, когда сумма противоположных углов равна 180 градусов. Но если так, то все очевидно, потому что остальных двух тоже равна 180, и это прямой, значит, это тоже прямой. Значит, это 45, и задача решена. Этот у нас 99, ну и остается. 180 минус 45 минус 99, это 81 минус 45. У меня почему-то получилось 30, почему у них 30? Может быть, ты по памяти взял 80. Может, да, 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 там где-то было 83, 81, да. Ну это уже, вот, кстати, в ОГЭ, я вообще, дети удивляются. О, КГ сейчас перейдем, да? Вот Алексей решил полностью, безупречно задачу. Да. Ну понятно, если бы он это делал письменно, он бы все, что он говорит, опирание, где опирается на правила, он бы их зафиксировал там по теории синусу, сколько там все мы делаем. И в конце допустил какую-то немыслимую вычислительную ошибку. Да, 2 градуса. Получилось не 36, а 37 или 38. За это все равно получится 1 балл из двух возможностей. Но если он ничего этого не написал, а написал абсолютно правильный ответ, он получает 0 баллов. Это инструкция ОГЭ второй части. Ну, типа списал. Ну, то есть нас не интересует ответ, нас интересует ход мысли. Ну да, ну в принципе это разумно, да? Ну, я думаю, это разумно вообще. То есть нам нужен человек, который мыслит, который решает проблему, а вычислить сможет и кто-то другой. Ну да, да. То есть один балл это наказание, да? Это наказание за то, что ты не умеешь считать. Конечно, интересная тема была бы про горы, походы и физкультуру, но есть более унылая, но гораздо более, наверное, так сказать, будоражащая умы тема экзаменов государственных, да? Вот этих ГЭА, да? Есть ГЭА двух видов, ОГЭ и ЕГЭ. Вот. Ну, правда, раньше я как бы ругал, а потом я подумал, ну что ругать, это сегодняшняя реальность, не очень понятно, зачем ее ругать. То есть проблема-то не в том, что есть ОГЭ и ЕГЭ, а в том, что, ну как я, так сказать, для себя понимаю, проблема в том, что обучение часто заменяется на натаскивание в результате. То есть не сам ЕГЭ и ОГЭ, у меня нет особых претензий, к профильному ЕГЭ, например, по содержанию. Ну, реально, вот особых нет. Но сам факт, что натаскивают, ну и долгий политический разговор, бог с ним. Я так понимаю, что ты как раз вчера что-то такое, вот расскажи. Вчера, прежде чем сюда прилететь, значит, вы послушайте мой график. Восемь утра первый урок начинается, восемь уроков… Восемь утра – это шесть утра по Москве, внимание, это же Челябинск. Ну, в Челябинске все равно восемь. Не нагнетай, а то ты сейчас скажешь, по парижскому времени в четыре утра человек начал. А по Нью-Йоркскому так он вообще, это самое… Итак, восемь утра, с восьми часов восемь уроков. Кроме всего прочего, это были уроки после пробного тренировочного ОГЭ, который мы провели у себя среди девятых. И, значит, у детей всю душу их тревожит, сбередит вопросы, как вот это решать, как это. И я им говорю, ребята, поеду завтра, сегодня полечу к Савакееву и доктору наук задам вопросы по вашему экзамену. О, да, сейчас, короче, мы будем решать ОГЭ, сейчас будет такая изюминка. Сейчас я буду решать, ну, я думаю, совсем простые мы решать не будем, такие УГЭ, да? Да, не будем. Мы решаем решать интересные задачи, видимо, из второй части, да, в основном? Да, давай возьмем вторую часть. Я ее не видел. Да, она… Хоть она сейчас и на моем компьютере, но я вам даю честное слово, это было сделано так. Прислали на него сейчас имейл, и я его еще не смотрел. Вот ты же видел в ЕГЭ, я видел, ты решал ЕГЭ с ребятами… Да, я уже у Макса Ковалева-Школкова подвязаюсь и еще буду подвязаться, мне там нравится. Вот ты решал там ЕГЭ, а как ты относишься к вопросам таким, как сколько молока можно купить на 100 рублей, если молоко стоит там 28 рублей 3-4 копейки? Ну, то есть просто… С какой целью вот они вставляют… Уметь быстро, очень быстро в магазине. Я думаю, что у них идея такая, чтобы человек не потерялся в магазине, грубо говоря, чтобы его не надули просто, вот тупо. Потому что в магазине нужно быстро, да? А я просто думал это, чтобы, ну, чтобы кто-то на три сдал все-таки. Ну, может и так, кто его знает. Я, честно говоря, не знаю. А тут же еще как понимать, да, там, ну, вот формалист скажет, что нужно купить там 3 целых и там, не знаю, 4 десятых пакета молока. Ну, а тоже на понимание, что молоко оно в пакетах, оно цело, чистее. Ну, реалист его продумывается. Да, реалист должен знать, что… Ну, я все время привожу пример, кстати, насчет магазина. Вот, кстати, раз ты говоришь зрячий, вот тут х квадрат или… х квадрат минус 3х плюс корень из 5 минус х. Чего? Равно корень из 5 минус х плюс 18. Так, тут что, дебилы? Я что-то не понял. Как это? Так. Вот так? Да, вот так. Очень интересно. Как это? Наш самолет приземляется в городе Баден-Баден. Мы что, тупые, чтобы два раза нам повторять? Что-то такое тоже похожее, да, тут происходит? Я не понял. А, так, ну хорошо, я сейчас буду думать, что имеется в виду. То есть, ну, понятно, что первое, что хочется, это сократить вот эту штуку. Но, видимо, что-то здесь не так. Вот я сейчас пойму, что не так. Не так будет, если вот корень из 5 минус х, да, должен быть, ну, определен, он должен иметь смысл. И дело, видимо, в этом, да, что как бы… Вот настоящий педагог-исследователь, да? Правильно, сразу проблема. Тогда мы можем получить какие-то решения, которые, если в изначальное уравнение подставить, потеряют смысл выражения из-за того, что корень из 5 минус х нельзя будет исключить. Значит, корень из 5 минус х должен быть больше нулю, по всяком случае, в любом решении, которое мы найдем. А значит, это то же самое, в смысле, не корень из 5 минус х, а… А в самом подкоренной выражении. То есть, х не может быть больше 5. Если мы найдем что-то больше 5, то мы выкинем, и это не будет являться решением исходного уравнения. Видимо, суть именно в этом. И мы, когда учителя иногда говорим, чтобы как можно больше народу правильно решить, мы говорим, корень увидел, запиши, что подкоренное выражение больше или равно нуля. Да, 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 сразу же. То есть, просто раз… А логарифм есть, значит, строго больше нуля, и все, да, то же самое. А, но логарифм у них еще нет, что ли, да? Ну, это 9 класс. 9 по-новому. Не как мы с тобой заканчивали 10 классов. Это я даже помню наизусть. Я мало что помню наизусть, но вот квадратное уравнение помню. 9 плюс 4, ж, до 18 и пополам. Ну и здесь 81, поэтому очень хорошо извлекается корень. Вот здесь получается 81, это значит, соответственно, 3 плюс-минус 9 пополам. То есть, это равно либо 6, либо минус 3, вроде бы. 3 мин, да. Вот, и этот корень уходит, потому что есть такое условие. Потому что он больше 6. Больше 5, да, больше 5. 6 больше 5. То есть, ответа x равно минус 3, единственное решение. Вот и все. И если этого не будет в аргументации, то нам задание не засчитано. Ноль. Чистый ноль, да? Да, чистый. Ну, потому что решить квадратное уравнение может даже обезьяна. Тут именно суть в том, чтобы понять, почему есть какие-то добавки. Вот, кстати, когда я сюда летел, мне понравился командир корабля. Добрый вечер, дорогие друзья. Командир корабля, там фамилия, имя. Мы движемся по маршруту Челябинск-Москва. Движемся со скоростью 790 км в час. Встречный ветер. Встречный ветер 40 км в час. Я только хотел сказать 30, потому что они идут 820, но 40, да. Идем, больше развить скорость не могу. Ветер будет усиливаться, поэтому будем лететь еще медленнее. Математик. Да, потрясающе. Хороший математик. Я помню, что в свою бытность, когда я жил в Иркутске, очень долго, 6 с лишним лет я жил в Иркутске, и я летал каждый месяц в Москву, потому что мне нужно было общаться со старшими детками, но формально я летал, чтобы работать. Ну, в общем, понятно. И я летал туда-сюда, 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 250 перелетов было, 125 в одну и 125 в другую в это время. И я уже наизусть на всех этих самых, всех стюардесс, все как бы, и я всякие задачки сочинял такие классические, то есть самолет там прилетел в Иркутск за 450 и вернулся за 540. Какая скорость ветра. Так, Алексей, ладно, я начал за тебя писать краткую запись. Ага, ну я могу продолжить, да. Значит, и так, о, о, это я люблю такие. Первые 345 километров автомобиль ехал со скоростью 115 км в час, а ему штраф не вкатили? Или он не по Москве ехал? Ну, кстати, 115 это допустимая скорость. Если мы идем по трассе 90, скорость на 20, превышение меньше 20 км штрафа. Ну да, 115 уже чуть-чуть больше. Ну, на автобане, значит. Ага, значит, на автобане. Следующие 130 со скоростью 65. Здесь 1345, здесь 130 со скоростью 65 км в час. А последние 380 со скоростью 95. Последние 380, вот три участка, 380, значит, со скоростью 95 км в час. Найти среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Среднюю скорость, да, это такая немножко хитрая концепция, которую действительно не все дети сразу понимают. Что такое средняя скорость? Средняя скорость. А вот давайте я вначале как учитель поясню, что это такое. Это означает, что мы хотим найти скорость автомобиля, который ехал бы абсолютно равномерно, ее никак не меняя, и приехал в тот же момент, выехал одновременно с этим и приехал одновременно с этим. А по пути тот его мог то обгонять, то отставать от него, как угодно. Это есть определение средней скорости. То есть мы хотим узнать вот такую величину. Ну, для этого, понятно, нужно вначале просто понять, сколько километров он проехал, а потом узнать, за сколько времени, и поделить суммарное время. То есть наоборот суммарное количество километров на суммарное время. Ну, хорошо. Километры внизу. Километры, ой, да, правильно. О, я уже начал тут делить. Так, 380 плюс 130, это 480 плюс 30, 510. 510, 655. Вроде бы так. Ну, потом можно проверить еще раз. Вроде бы он правил 60. Погоди, погоди. 510 и 345. Ой, так, я уже... Вот у меня с арифметикой беда, я бы ЕГЭ не сдал, ЕГЭ, потому что у меня очень много ошибок арифметических бывает. Не, а я думаю, там была бы цена экзамена высока, поступление куда-то. Ну, вообще, да, да, да. Сконцентрировался бы и сделал бы. Пожалуй, да. В общем, он проехал вот столько, да, километров. Это хорошее, кстати, неплохое расстояние, там, примерно от Москвы до Саратова, наверное, что-то такое. Вот, так, ну, смотри, то есть дольше, чем до Питера от нас, чтобы вы знали. Теперь смотрим. Вот здесь он затратил вот столько часов. Ой, нацело делится. Ну, так задумано. Ничего себе. Видимо. Три часа ровно. А я-то думал, сейчас будет там какая-то... Задал, смотри. Да. Ой, а здесь вообще, да, ой, только что это заэлементаршина, да? Тут два часа затратил. Так, ой, и здесь тоже. И здесь тоже все делится. 190, 380, 4 часа. А, так тут вообще. Тут нам все как бы для народа, все для людей, да? Получается, да? 4 плюс 2 плюс 3, тут тоже надо не ошибиться, это 9 часов. Ну, да. Вот, поэтому средняя скорость равна 855,9 км в час. Теперь, внимание, проверяем. 8 плюс 5 плюс 5, 18. Значит, 18 делится на 9, значит, и это тоже, сумма цифр, да? Делится на 9. Значит, число делится на 9. Поэтому, на самом деле, это число целое. Ну, давайте попробуем поделить. Ну, 900 было бы 100 км в час, значит, 900, так, 9, 9, 89, 45, а, 95 получается вроде бы км в час. Сейчас проверим. От 95 на 9, да? 5, 9, 45, 9, 9, 810. Да, все правильно. Ответ, что средняя скорость равна 95 км в час. Вот, причем это, значит, означает, смотрите, что, что этот зеленый ехал, этот его обогнал в начале, а потом вот тут так медленно ехал, что ровно вот сюда они приехали вместе, и дальше они все время ехали вместе. Так. Так. Продолжает, как Саватеев деградирует. Раньше он решил ЕГЭ, теперь он решает ОГЭ. Вот так, и такой хороший комментарий. Саватеев связался с одиозным дедом и начал деградировать. Ну, все равно, в каждой вот этой второй части есть маленькая тонкость. Ну, вот про корень, ребенок можешь просто забыть. Да, забыл, зачеркнул, ну все, мало ли, Коль. А может, ребенок в комплексном смысле мыслит, он комплексное решение ищет, тогда ответ будет 6 и минус 3, потому что в комплексном смысле их тоже можно подставить. Но это для ОГЭ, наверное, не очень, да? Мы в девятом классе, знаешь, с действительно не числами. Ну, все, я бы решил и эту тоже, потому что в ней есть параметр. Есть, там немножко, да. Там есть параметр, ты знаешь, я бы порешал. Тем более, там народ меня знает со Школкова, что я эти с параметром-то люблю, в общем-то, дела. Ну, давай, хорошо, бери функцию, построим. Да, давай построим. Да, я думаю, что все мы решим, все решим, почему бы нет, да? Функция х квадрат плюс 1 умножить на х плюс 2, да? Делить на минус 2 минус х. Ой, опять. Опять. Да. Ну, в этом и фишка. Да, в этом и фишка. И определите, при каких значениях К? Так, построить. Вот если построим, получим 1 балл. Ага. При каких К? Прямая имеет с графиком ровно 1 общую точку. Прямая у равно Кх имеет ровно 1 общую точку. А, ну ничего, нет, такая вполне, да. Задачка на подумать, сообразить. Сейчас подумаем и сообразим. Так, ну, во-первых, значит, во-первых, х равно, х равно минус 2 не предлагать. Вот сразу. Раз в знаменателе что-то сидит, значит, область определения означает, что знаменатель не должен быть равен нулю. Поэтому нету такой точки, и все. А все остальные есть. Делаю добавку. Знаменатель увидели, напишите, что он не равен нулю. Да, и все, да. Вот мы так и сделали. А значит, график будет следующим. Он будет вот такой с проколом, как вот раньше в правах говорят, такие проколы делали. Да, выколотая. Да, выколотая точка у нас появится. А если х не равно минус 2, то у на самом деле равно просто х квадрат плюс 1 со знаком минус. Потому что в этом случае мы сокращаем х плюс 2 и х плюс 2 здесь. Ну, а минус х квадрат плюс 1 это, соответственно, вот такая вот симметричная корыта. Симметричное корыто. Вот. Ну и нам нужно его поизучать. Только теперь нужно еще запомнить, что точку минус 2, минус 5, да. Вот такую точку надо убрать, выковать. То есть график вот такой, вот досюда и отсюда до бесконечно. График нарисовал. Великолепно. Теперь следующий вопрос. Тоже, кстати, с подвохом сейчас будет наверняка. Да, будет. Я вижу подвох. Значит, теперь я должен прокрутить вот эту вот крутилочку, вот так вот, и выяснить, при каких к имеется ровно одна общая точка. Ну, во-первых, заметим, что вся история начинается с двух вот таких касателях. Вот. Потому что вот сюда и сюда уже не будет общих точек, никаких даже с учетом этой вот этой. Поэтому, по крайней мере, мы можем сказать, что это внутри вот этого диапазона, и края нам подходят. Края подходят. То есть касательные. Ну, как узнать, значит, как узнать, какая прямая, да, из этой точки. Это значит просто вычислить. А, так, 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 так. А, нет. Ну, да, я умею эту, я умею ее решать по науке. То есть я умею решать через производные. Ну, ладно, давай решим. Беспроизводно, будем, можно сразу. Я должен, чтобы, чтобы kx равно минус x квадрат минус 1, да, имело 1 корень. Вот, вот мне что нужно. А, нет, ну мы сейчас решим нормально. x квадрат плюс kx плюс 1 равно 0 имеет 1 корень. Ну, вот, значит, теперь я что могу сказать? Что это означает, что дискриминант будет равен 0. Ну, да. Просто. Вот, это то же самое, что d равен 0, где d это k квадрат минус 4. Вот. Потому что коэффициент по 1, да? Потому что коэффициент, да, здесь. Значит, соответственно, k равно плюс-минус 2. И вот мы сразу и нашли. То есть наклон 2, вот здесь плюс 2, тангенс равен 2, здесь тангенс равен минус 2. Так, итого k, k, значит, k равно 2 и k равно минус 2 подходят. Подходят. Ну, все ли это, да? Это не все. Я уже вижу, какой будет. Дело в том, что если я проведу любую, которая будет сечь, то тут будет 2 точки. Но, да, во-первых, подходит k равно бесконечности, но этого не бывает. Она имеет одну точку. То есть на проективной плоскости мы бы решили, что была бы бесконечной. Но есть еще одна, которая как раз зацепляет проколотую. И вот эта точка будет тоже единственной. Поэтому получается третье еще решение. А именно решение с тангенсом равным 5 вторых. То есть k равно 5 вторых. Потому что k это тангенс, это отношение этого к этому, наклон. И мы знаем, что при 5 вторых она тоже будет иметь ровную точку пересечения, а вторую не будет иметь, потому что там прокол. Ну да. Все, верно? Вообще великолепно. Все верно. А не зря мы ее не пропустили. Не, не, хорошая, хорошая, нормально. Для тренировочки вполне нормально. Примерно такие же, только сложнее будут у вас в задаче номер 18, что ли, да? Вот, кстати, как ты вот относишься к тому, что... Ну ладно, мы когда пишем ролики, да? Да. Вот, допустим, абстрагируемся от всего, мы ютуберы и пишем ролики. Да. Если мы будем оформлять задачу как совсем положено, то ролик смотреть будет невозможно. Невозможно. Поэтому мы все это рассказываем и говорим. А вот интересно, на уроках в школе, вот как бы ты... На уроках? Как вот ты к этому относишься, к оформлению задач? Честно скажу так. Так как оформление задач это кесарю, а не богу, то кесарю пусть они отдают кесарево. Ну как бы то, что спрашивают сегодня в Минобре по поводу оформления, пусть сами разберутся, они разберутся, это лучше нас. А богу это мы их научим. Ну да. То есть я никогда, никогда в жизни не вхожу в это кесарево здание. Ну то есть, уметь учиться, учить решать, мы ставим приоритет. То есть если ребенок может решить, а записал коряво, ну это его проблема, но на словах аргументировал. Он потеряет очки, но это его проблема. То есть я перекладываю, я вообще сторонник, как бы так сказать, я сторонник призвать людей к тому, что они взрослые люди. Вот школьник, да, взрослый человек, в принципе, он должен научиться быть взрослым. Он в девятом классе уже должен узнать, как оформлять решение. Да, если он не очень умный, то он не может придумать, как решать, но это мы поможем как раз, про это наши каналы. Но если он уже умеет решать, то это уже его, он тоже должен хоть что-то сделать. А то вчера я читал рассказ классный, там 4-летний сын, его мама одела, и он у Зощенко рассказ, мы на ночь читаем в семье, на ночь читаем Зощенко. И там мальчик встал и тут же упал. Мама его быстро как-то одела, он встал и тут же упал, встал и тут же упал. Мама вызвала папу, папа говорит, что чтобы ребенок падает, надо доктора вызвать. Вызвали профессора, тот посмотрел, ничего не понятно. Потом к нему пришел друг, 4-летний тоже, мальчик, и говорит, а я знаю, почему он падает. У него две ноги в одной штанине. А почему? А потому что его мама одевает все время. Ну да. И с тех пор он стал сам одевать штаны в 4 года. Я к тому, что вы должны научиться этому сами. Я вообще не сторонник отношения к взрослым, ну, людям, как к каким-то вот, ну, не знаю, какому-то стадо, да, как вот здесь вот всех заперли на карантин. Ребят, те, кто заболеть боятся, пусть сидят дома сами. Что вы на нас перекладываете? А вот слушай, кстати, по поводу взрослости. Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Как звать тебя власть? Какой тебе годик? Внимание! Шестой миновал. Миновал. И я говорю, ну ладно, сейчас, конечно, опять ворчанец старого деда, кому-нибудь отец дал, ну, сейчас вместо лошади машина, ключи, и сказал, отвези дрова от 30 километров за городом и приезжай, я здесь продолжаю рубить. Продолжаю, продолжаю. А шестилетнего отправил, ну ладно, он с лошадью шел, с которой все-таки умная доведет, ну, представляешь? Да, это совершенно нереально. Отец, слышишь, рубит, а я в шесть лет веду лошадь. Шесть лет, да, в шесть лет. Шестой миновал, шесть с чем-то. Ну ладно. Так, ну мы продолжаем, да. Итак, биссектриса угла А, параллелограмма АБЦД пересекает в сторону БЦ в точке К. Так, начнем с параллелограмма АБЦД. Так, биссектрисом, я когда рисую параллелограмм не обдумывая, у меня все время рома получается, поэтому я специально сейчас его вытянул. Так, биссектриса угла А, параллелограмма АБЦД пересекает в сторону БЦ в точке К, а БК равно 7, ЦК равно 12 еще. Так, АБЦД, сейчас посмотрим, правильно они нарисовали. Диссектриса угла А пересекает в сторону К, да? Да. БК равно 7? БК 7, ЦК 12. Вот, значит, Ц мы отодвинем еще дальше немножко. Так, но здесь надо помнить, что я мог ошибиться, и что А это угол мог быть и тупой. Вот тут такой момент, да, с Геомой, никогда до конца не ясно, как ты правильно ли нарисовал. То есть, вот я сейчас нарисовал, что угол А острый. Ну да. Ну в принципе он мог быть вот здесь А, да, и вот так бы было все. Было бы второе, другое как бы решение. Ну может быть оно невозможно, но... Ну посмотрим. Сейчас посмотрим, да. А пока нам дано. Да, найди периметр, если бы К равно 7, ЦК равно 12. А, все. Это все, что дано. Да. Ух ты. Ух ты. Биссектриса. Пересекает, здесь 7, там 12. И мне нужно фактически найти вот это, потому что здесь, понятно, тоже 19. Так. Очень интересно. А-а-а-а! Ну я понял. Накрест лежащие равны, а раз эти равны, то и эти равны. Тогда мне не важно из какого это было выпущено на самом деле. Х все равно равно 7. Так что ответ 19 плюс 19 плюс 14, 38 плюс 14, 48, 52, если не ошибся. Вот. Все. А вот смотри, такой сейчас момент. Вот как только это нашли, задача же решена? Ну в принципе так. Ну да, не в принципе, просто решена и дальше уже не интересно. Ну да. Вот у меня вот этот случай, я попал в ловушку. А это ведь экзамен. То есть ребенок какой-то. Так, о, накрест лежащие равнобедренность, все ясно, это 7. Это же была цель. Ну да. А-а-а! И он. Забыл. Цель найдена, он пишет ответ 7. Ответ 7. И вот приходится сейчас в силу того, что экзамен, очень много такого. Ребята, читайте вопрос, задачи перед тем, как записать ответ. Вот это очень важно. Потому что я расскажу свою историю. Почему я получил по математике 4 при поступлении в наш педоинститут в 1986 году. Почему? На матфакт. То есть я написал контрольную, задание легкое, там какая-то стереометрия. И все свелось к тому, чтобы найти тангенс угла. Так. То есть я уже не помню суть задачи. Смысл тот, что я найду тангенс, с помощью тангенса найду сторону и там чего-то, и все найду. Все, да. Я все силы потратил на нахождение тангенса. Нашел тангенс, обрадовался, написал ответ, сел в трамвай и уехал. Ох ты, черт. И вот, ты можешь представить, я еду в трамвае от педоинститута в Челябинске. И уже на второй остановке я понимаю, что я написал в ответ тангенс. Я такой, боже мой, я же там не нашел площадь или чего там надо было. И все, я уже, ну все, 4. Да, блин, и 4, да. Пришлось физику сдавать на 5. Слушай, а скажи, пожалуйста, а почему ты не поехал в Москву? Ты не хотел, да, Москву? Вот это интересная тема. Дело в том, что, ну как бы с твоим уровнем понятно, что здесь ты... Нет, там проблемка была. Я в 10 классе купил книжку. Я понимаю, некоторых людей бесит вопрос, почему я не уехал за границу. Меня он бесит, потому что, а какого хрена я вообще должен туда уезжать? Кому я что должен, да? Ну да. А, и некоторые люди из региона то же самое говорят, а какого хрена я должен в вашу Москву ехать? То есть есть такой ответ, я его вполне приму. Если просто ты любишь Урал, это вполне понятный ответ. Нет, я там трезво отнесся к своим способностям. Ну, возможно... Нет, 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 это... Я купил книжку в 10 классе, варианты вступительных экзаменов в МГУ. Ага. На Мехмат. Нет, вообще на все факультеты. Такая толстая книжка. И там были вступительные экзамены до 85-го или 84-го года, начиная с 74-го, за 10 лет. Ну и все, я там на Мехмат порешал. Ты решил, что не поступишь? Я вот с параметрами вообще ни одного не мог решить и так далее. То есть без вариантов. Все понятно. Все понятно, странно. Сейчас, конечно, тут не хватает, даже здесь не хватает, точнее, высокого уровня. Нет, я не то, что как это, не агитирую, а то вообще все уедут в Москву, никого не останется в провинции, будет полная труба. Ох, жалко летит время, окончается наше время, которое нам отведено для съемки. Но в этом есть и плюс, потому что последние две задачи мы дадим в качестве домашнего задания нашим слушателям. Итак, внутри параллелограмма А, Б, Ц, Д выбрали произвольную точку Е. Произвольную? О, да, совсем. Вообще. Докажите, что сумма площадей треугольников В, Е, Ц и А, Е, Д равна половине площади параллелограмма. Параллелограмма, ну, я уже доказал, я уже понял, почему. Так, и следующая задача. А, следующая посложнее, да? Следующая посложнее. А, Б, Ц, Д, боковые стороны трапеции, да? А, Б, Ц, Д. Боковые стороны трапеции. Равны 28, 35. 28, 35, соответственно. Основание, Б, Ц, 7. Так. Бисектриса угла А, Д, Ц. Бисектриса. Вот угла Д. Д проходит? В серединку. Сюда. Проходит через середину стороны А, Б. Найти площадь трапеции. Всей, да? Да. О. Ну, кстати, вот это я сразу, по крайней мере, не могу сказать ничего. Сразу не могу решить. Вот, решайте, но мы потом как-нибудь разберем. Спасибо огромное, что ты к нам пришел. Спасибо. Вот, мы, кстати, еще схожи в том, что мы очень любим физкультуру. И спорт. Спорт, физкультура, да, ну нет, Петр-то настоящий спортсмен, ну, в смысле, Петр-то более серьезно играет, как в скетбол, да, и футбол продолжаешь играть. А я так, как бы, я физкультурник, я люблю физкультуру, которая называется экстремальной. Ну, мои подписчики знают. Вышел в субботу утром, и до вечера идешь. Вот это, да. Это я обожаю. Вот, и тут... То есть ты любишь цикличные виды спорта? А, я люблю с большим количеством технико-тактических действий, чтобы изменялась ситуация. Он был, я тоже люблю, но как-то так не складывается. Вот сейчас не складывается, давай присядем, да? Давай присядем. Так, я успею сказать всем большой математический привет. Конечно, конечно, конечно. Я вот хотел сказать, мы могли еще обсудить Таганай, потому что я, на самом деле, у меня сестра жила в Миасе, и тетя очень долгая, брат двоюродная тут, у меня много родственников из Миаса. И я туда приезжал в 90-е годы постоянно и бегал там по горам. И сделал однажды, я сделал фантастический поход, я вышел из Миаса, дошел до главного Таганайского хребта, посетил Круглицу, Откликной гребень, по всему гребню спустился в Карабаш. Это было 85 километров. С ума сойти. Это было, я вышел 5 утра. Нет, я просто представил. Да, 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 да. В Карабаш и увидел лунные пейзажи, да? А, да, да, и как раз темнело, полностью стемнело, вот в 6 с лишним вечера, я в 5 утра вышел, и в 6 вечера был там. И ушел последний автобус за 2 минуты. И я вдруг понял, что мне еще 35 до Миаса, 85. Но я застопил мотоцикл, который обогнал автобус, садил меня на остановке, автобус меня подобрал, и я... Ну, впечатление, да. Это что? Я навсегда это запомнил. Невероятно, да. А там за хребтом, вот по той дороге, видимо, там трасса Карабаш-Миас, вот за хребтом потрясающее озеро Аргази. Да, это уже туда, к Челябинску как раз. Да. Да, 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 да. Ну, вот эта дорога, на Вознесенку. Там идет последний хребет, там, где вот Лысая гора Миаса, куда мы постоянно бегаем. И дальше с Лысой виден туда, вот, ну, как бы все уже там, вплоть до Челябинска далековато, чтобы было видно, но вот вся равнина уже видна. Аргази, да? А я что-то не был ни разу. Ну, Аргази, Увильды, Тургаяк. Ну, Тургаяк, это само собой. Тургаяк, естественно, да, но это в ту сторону. Огромное число озер. Вот, ну, ты тоже там, конечно, ходил. Ходили, или как моряки, да, флотские? Говно плавает. Я знаю, да, не плавая, а ходить. Не шторма, а шторма, не ветра, а ветра. Скажи что-нибудь моим подписчикам такое окончательное пожелание, не знаю, что-то. Я хочу сказать подписчикам Алексея, во-первых, всем большой математический привет. И хочу сказать, лелейте, берегите Алексея, пишите ему, потому что обратная связь нужна, без нее никак. Он, не побоюсь этого слова, наш лидер, мне так кажется, потому что он давно вот на ниве публичности математической. И он, по сути, глубоко толкнул математику в массу, а мы ее подхватим. Я буду выступать как детский тренер, значит, у меня девятый класс, геометрия, равнобедренные треугольники. И если кто-то способный, и если мне удастся кого-то заинтересовать, и он попадет к ребятам в Москву, к Алексею, к другим, это будет здорово. Это будет здорово. А мы внизу будем пытаться заинтересовать кого-то математику. Если удастся хоть кого-то заинтересовать, вот наша миссия будет выполнена. А ребята из Москвы подхватят и доведут до ума. Ну и кроме того, привет Челябинску и ждите в гости. Петр, жди в гости на канал Челябинске. Милости просим.